Демократическая парламентская республика Индии является одним из ярких примеров, где к власти поступательно, но верно пришли женщины. Так, в недавних президентских выборах победу одержала кандидата от Национального демократического альянса Драгупади Мурму. Таким образом, женщина стала главой государства во второй раз в истории страны. Мурму принесет присягу 25 июля. За день до этого закончится срок полномочий действующего президента Рама Надха Ковинда. Если брать, конечно, индийскую традицию, то женщины в индийской политике присутствуют исторически. Можно вспомнить знаменитый премьер-министр Индии Инди-Уганди, которая вообще считается одним из самых крупных индийских деятелей, одна из самых крупных, выдающихся премьер-министров Индии. И поэтому, с моей точки зрения, здесь как бы большого удивления нет, потому что в Индии, в принципе, действительно, женщины-политики имеют возможность реализовывать себя. Выдвинутая на пост президента Драгупади Мурму стала самым народным главой государства в истории независимой Индии. Она происходит из небольшого малоизвестного племени санталов, исторически принадлежавших к социальным низам. Индийский политик посвятил свою жизнь служению обществу и расширению прав и возможностей бедных, угнетенных и маргинализированных. Большим плюсом для ее карьеры стал богатый административный опыт, в том числе в качестве выдающегося губернатора. Ее лозунги, они как раз направлены на повышение различного рода социальных гарантий, на развитие бесплатной медицины, на развитие бедных сел и общин. То есть, та программа, которая говорит о том, что государство должно в первую очередь помогать и заботиться вот этим самым низам. То есть, вот такая социально ориентированная программа государственной политики. Что касается политических отношений ранее упомянутого государства с другими странами, то отношения между Россией и Индией развиваются очень прогрессивно. Индия обозначена как одно из стратегических направлений внешней политики России. К тому же, в свете последних нестабильных отношений в мире, Индия остается для России надежным партнером. Карина Саяхова, Универньюс.